Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Задание 22.7. Постройте график функции. В пункте А дана такая функция, у равно х в квадрате плюс 4х и плюс 5. Для того, чтобы построить график этой функции, мы будем пользоваться алгоритмом, который описан в 22-м параграфе в соответствии с этим алгоритмом. Первое, что нужно сделать, нужно определить координаты х нулевое, у нулевое, точки, вершины данной параболы. Итак, х нулевое определяется по формуле минус b делить на 2а. Тогда это будет равно минус b в данном случае – это 4, 2, а а – это единица. Значит, в нашем случае получается это равно минус 2. Как мы определяем у нулевое и у нулевое? Определяем просто подставляя х нулевое в выражение для функции. Итак, минус 2 в квадрате плюс 4 умножить на минус 2 и плюс 5. Это будет равно плюс 4 минус 8 плюс 5. Получается плюс 9 минус 8 плюс единица. Таким образом, координаты вершины параболы – это минус 2, 1. Так, коэффициент а у нас положительный. Значит, парабола у нас направлена ветвями вверх. Ну, выберем систему координат. Теперь в ней отметим точку начала, вершину параболы. Точка минус 2 по х и плюс 1 по у. Вот вершина параболы. Теперь через эту точку мы можем провести ось параболы. Вот эта ось. И отметим несколько точек симметричных относительно ося симметрии. Ну, например, мы возьмем f от нуля. f от нуля будет равно 5. Несложно сосчитать. Поскольку 0 от оси состоит на две клеточки, то симметричная и точка будет при f равном минус 4. Значит, f от минус 4 будет равно f от нуля и будет равно 5. Отметим эти точки. Значит, при х, равном нулю, у равно 5. И f от минус 4 тоже 5. И вершина параболы у нас есть. Но через эти точки мы уже можем провести параболу. Вот наша парабола. Теперь пункт b. В пункте b построение такое. y равно минус х в квадрате плюс 2х и минус 3. Определяем х нулевое. х нулевое будет равно минус b, это 2, на 2, а2 и а у нас минус 1. Тогда это значение будет равно 1, причем 1 с плюсом. Плюс 1. Теперь рассчитываем y нулевое. y нулевое равно минус 1 плюс 1, но 2 на 1 и минус 3. Это будет равно минус 4 плюс 2, это будет минус 2. Значит, координаты вершины 1 минус 2. Чертим координатные оси, отмечаем точку 1 по х плюс 1 и минус 2 по у. Вот это точка. Минус 2. А по х это единица. Теперь чертим ось симметрии параболы. Теперь смотрим. Коэффициент а равен минус 1. Единица коэффициента отрицательный, значит, парабола направлена ветвями вниз. Рассчитаем несколько значений параболы. f от нуля. f от нуля будет равно минус 3. Значит, тогда f от нуля, асимметричная ей точка, это f от 2. Тогда тоже будет равна минус 3. И сразу отметим, f от нуля – это минус 3. f от 2 – это тоже минус 3. Но этого достаточно для того, чтобы провести параболу. И вот мы получили параболу. Пункт В. Так, функция в пункте В. у равно минус х в квадрате плюс 2х плюс 2. Рассчитываем х нулевое. х нулевое равно минус b. b – это 2, делить на 2а. а минус единица. Минус на минус плюс, двойки сократятся, значит, будет плюс единица. Рассчитываем у нулевое. у нулевое равно. Значит, минус единица плюс 2 и плюс 2. Итого это будет плюс 3. Значит, координаты вершины – единица 3. Так, теперь выбираем систему координат и отмечаем точку 1, 3, плюс 1 по х, плюс 1 и плюс 3 по х. Через эту точку мы можем провести сразу ось симметрии. Теперь мы смотрим на коэффициент А. Коэффициент А отрицательный, меньше нуля. Он равен минус единице. Значит, парабола направлена ветвями вниз. Ну и тогда отметим несколько точек. f от нуля. f от нуля у нас равно 2. А тогда симметричная ей точка – это f от 2. f от 2 равно тоже 2. Значит, f от нуля равно 2. И f от 2 тоже равно 2. Ну и проводим через три точки, проводим нашу параболу. Пункт Г. y равно х в квадрате минус 4х плюс 1. Рассчитываем х нулевое. х нулевое равно минус b. b – это минус 4 делить на 2а. а – это единица. Тогда это будет равно с плюсом. 4 разделить на 2 – это будет плюс 2. Рассчитываем у нулевое. y нулевое равно х в квадрате. 2 в квадрате – это 4. Минус 4 умножить на 2 – это 8. И плюс единица. Это будет равно… Значит, плюс 5 минус 8. Это будет минус 3. Значит, координаты вершины, точка или вершина параболы, имеют такие координаты. Теперь берем координатную плоскость и на ней отмечаем точку. Плюс 2 и минус 3. Вот, минус 3. Полу и плюс 2. Можем через эту точку провести ось симметрии. Теперь смотрим на коэффициент. Коэффициент А у нас равен единице. Он положительный. Значит, парабола направлена ветвями вверх. И определим несколько точек. f от 0. f от 0 у нас равно единице. f от 0 – вот точка 0. Асимметричная ей точка – это х равно 4. Тогда f от 4 равно f от 0 и тоже равно единице. Отметим это. f от 0 равно единице. Плюс единице. И f от 4 тоже равно плюс единице. Проводим нашу параболу через эти точки. Получаем график данной функции. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.